Вы хотите, чтобы Россия шла по демократическому и европейскому пути развития? Не очень, на мой взгляд, он выяснен, этот наш особенный путь. Поэтому, ну, мне бы хотелось видеть в каком-либо избранном пути больше наклона в социализацию государства. Я думаю, что свой. Почему? Потому что европейские нет. Да, мы не законы такие, которые нам не подходят, я считаю так, что азиатский вполне возможно. Мы не Европа, у нас свои ценности, свой путь, и брать их пример нет смысла. Конечно, свой, наш, российский, потому что менталитет российского человека никак не подходит ни к азиатскому, ни к европейскому стилю, я думаю. Русский человек с широкой душой, с чистотой взглядов. По-демократическому, чтобы была возможность у всех людей высказывать свое мнение, чтобы была и оппозиция, и как бы все имели возможность высказать свое мнение. Микс. И так, и так. Везде, везде хорошее есть. У нас есть наследие музыкальной школы, например. Это хорошо. У них там это платное. Европейский – это европейский, а это наша страна. То есть мы же жители своей страны. Что такое страна? Это же большая семья, правда же? И в каждой семье есть свои традиции и свои пути как-то развития. Поэтому я так полагаю, что свой путь развития и только. Нет, там свой должен быть путь, конечно же, потому что то, что творится в Европе, и то, что творится в Америке, это не демократия абсолютно. Россия неплохо развивается, Москва отлично развивается. То есть я думаю, что Европа Европой, а Россия должна оставаться Россией. Однозначно по-европейскому, демократическому. Ну, потому что он более человеческий. В Европе есть такая традиция, что о людях заботятся. Заботятся о пенсионерах, заботятся о сиротах, заботятся о больных, заботятся о бездомных. Это выстроено там. Просто я бывала в Европе, это видела. И потом, ну, свобода, властность – это тоже очень важная составляющая нашей жизни. Если их нет, то никакое даже кажущееся благополучие не будет иметь жизни.